Ом Ти Ви Юэй про Головне. Они уже сняли табу. Индивидуальный террор, удары по инфраструктуре, так называемое дальнобойное оружие, ракеты, которые будут запускаться, как планируется, напрямую с участием натовских экипажей, это массовый террор. Рубрика «Скоро и в России». В Китае чиновники ходят по домам женщин, уговаривая их рожать детей. Там власти считают, что право женщин самим решать, когда вступать в брак и рожать детей, ошибочно и однобоко. Чиновники в целях повышения рождаемости навязчиво рассказывают им о плюсах многодетности и обещают льготы. Помимо обхода, они названивают женщинам детородного возраста с вопросами, принимают ли они пренатальные витамины и когда у них была последняя менструация. На фото – баннер против Чайлдфри, появившийся на этой неделе в Иркутске. Его установил фонд помощи фронту. Кажется, что мяса на СВО не хватает. Вы что, не знаете об этом, что ли? В Госдуме заявили о критической нехватке кладбищ в России. Наблюдается острый дефицит кладбищ и крематориев, заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству депутат «Единой России» Светлана Разворотнева. Согласно статистике, которую привела Разворотнева, особенно плохо дело обстоят с крематориями. Всего на территории страны работают 27 подобных объектов. Таким образом, на 5 миллионов граждан приходится лишь один крематорий. Надо больше крематориев. Все для фронта, все для победы. Именно так. Именно так. Мы можем констатировать, на осень больших садистских наступательных операций и тактически даже для врагов практически не будет возможности. Почему? Большие эликзеры исчерпаны. Вот в этом и про счет. 50-55 тысяч переброшено на Курское направление. И там все равно Путин ставит задачу дальше пытаться, как он говорит, освобождать территорию. Но это большая тяжелая работа на фронте. Тем более наши там передовые части очень мощно держат оборону или маневрируют и нейтрализуют эти резервы. Поэтому что-то массово направить на направление Донецк и особенно Покровское направление очень сложно. Тем более, если мы говорим ежедневно по всей линии обороны, мы уничтожаем до 1200-1300 человек. Это большущие потери резервов. Новых, подготовленных, квалифицированных войск нет. Это в основном мобилизированные, слабо обученные, которые бросаются в бой на убой. Поэтому в данной ситуации это неэффективное подразделение. Только в отдельных точках, например, сейчас Торец, Селидово, они пытаются еще зонировать остатки воздушно-десантных войск, десантных штурмовых. Некоторые спецназы, которые там имеют опыт ведения боёвых действий в городе. Вот тут они пытаются еще пробиваться. Массированных наступательных операций уже, я так считаю, к зиме не будет. Как это понимать? Вы кто такие вообще? Ну, отдельные участки будут пытаться прорывать. Но, что самое важное, исчерпываются резервы. Большие. Поэтому в данной ситуации Россия будет стоять перед выбором или мобилизация массовая, или еще раз попытка каким-то способом загонять войска. Это, да, действительно большие выплаты и единоразовые россиянам. Но уже понимают, что в данный момент кто пошел и на эти посулы, и получил деньги, уже практически их нет. Потому что они полегли на поле боя, пытаясь совершить атаки на наши войска. Операция развивается успешно. В строгом соответствии с заранее утвержденными планами. В этом данной ситуации, я думаю, что без пеки у них не будет. Большой мобилизации даже заявлено за три года 225 тысяч. Это, сравнительно, небольшие ресурсы. Они ничего не решают на фронте. Если мы неоднократно говорили, что за два месяца где-то 75 тысяч, мы уничтожаем целую армию. Поэтому это только два месяца. За год это уже несколько армий. Поэтому мобилизация 225 за два года. Это фактически нуль или даже минус. Ноль. Все только в минус пошло. Поэтому будет, как я говорил, институт изучения войны большой дефицит резервов. И, в первую очередь, в вооруженных силах. В целом мы говорим, это живая сила, техника боеприпасов. И в плане обеспечения ВПК, потому что уже чувствуют дефицит не только бронетехники, но и боеприпасов. Поэтому вынуждены и пытаться еще что-то получить от Северной Кореи, от Ирана и от других стран, возвращая то, что ранее продавали Россию в ВТС. Поэтому предполагаем, что будут затяжные бои. Но, я думаю, с учетом новой стратегии получения все ее средства после Рамштайевского заседания, мы будем разрабатывать новые стратегии в плане и нанесения контрударов, и уже срадейских ударов по освобождению территории. Это уже будет новая история. Я думаю, на протяжении полгода ситуация существенно изменится. Тоже, увы, не шутка. Владимир Путин заявил о ликвидации безработицы. И по видеосвязи запустил серийное производство автомобиля «Лада Аура». Сегодня мы начинаем промышленное производство новой модели. Седана бизнес-класса «Лада Аура». Вы уже имели возможность лично, за рулем, опробовать этот автомобиль в июле. Большое спасибо вам за вашу позитивную оценку. Судя по лицу Путина, оценка все-таки не очень позитивная. В этом году предприятие обещает выпустить почти 3000 машин, а со следующего года выпускать по 8000. Цена составит около 2,8 миллиона рублей. Раньше за эти деньги можно было приличную иномарку взять. А теперь вот «Ладу» с китайскими запчастями. А в гараже теперь стоит. Особенно актуально сегодня заявила посол России в Вашингтоне Антонов. Сомнений в уничтожении вторгшихся в Курскую область нацистов нет. А Путин принял решение сурово наказать киевский режим за вторжение на территорию России, рассказал дипломат. Пришло время снять наручники Зеленского, заявил Макол. И к новому витку эскалации США, судя по всему и правде, готовой ночью. Пентагон официально разрешил Украине использовать американское оружие на территории Курской области. Об этом сообщила заместитель официального спикера Пентагона, небезызвестная Сабрина Синк. 10 украинских будущих пилотов F-16 прошли ускоренное обучение на некой секретной базе на юго-западе Франции. Всем пилотам от 21 до 23 лет. Украинцев учили западным методикам боя, полетам на предельно малых высотах на большой скорости и ударам по складам. Дальше обучение на базе вооруженных сил Румынии, где украинские хлопцы будут тренироваться еще полгода уже на настоящих двухместных F-16 с инструкторами из Бельгии, Дании и Голландии. Русофобскую риторику подхватила и Харрис. Возможная преемница Байдена на посту президента заявила, что в качестве начальника Белого дома не будет встречаться с Путиным для переговоров о прекращении боевых действий на Украине без участия Кейва. По словам Харрис, Украина должна иметь право голоса. Пока еще занимающий пост главы евродипломатии Борреля рассказал, что очень гордится своими 14 пакетами санкций, которые Брюссель ввел против Москвы.